приветствую всех ну все сложнее и сложнее найти повод какой-то для съемки всякую ерунду снимать не хочется а не ерунде и о насущном скажем так вроде бы практически уже все рассказал вот но иногда такие поводы возникают вот как сегодня опять попалась мне капсула времени уже третье в такой в такой модификации скажем так харьковского завода первых выпусков это про 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 родитель всех кмз шек вот но чем этот примечательно тем что он не работал он просто простоял вот и прикоснуться к этому всему тридцати трех наверное тридцати четырех летнему железу которые практически в первозданном виде но мне лично очень приятно хочу этим поделиться с вами вот этот по моему даже лучше тех предыдущих у него наклеечки все целы и краска вся целы так как стоял на сухом гараже вот первая модификация шли диски и подножки красные тоже все в один цвет потом чуть позже они пошли черные вот этот с черными вот и здесь вот написано почему-то уже и 012 хотя явных признаков ты 012 таких как там ручной ножной газ и так далее что-то пока не видно вот но поверим на слово не знаю как там маркировали ну в общем то что есть интересно что передняя резина в то время шла не 5 на 10 а 4 на на 10 марка к 96 сейчас где-то найду надпись была сделана в ссср но тут не буду затягивать время съемки поищу вот здесь о вот 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 она и причем вот такая надпись на все куда не сонся то есть вот вот на крышечке этих предохранителей тоже такая надпись и так далее пока самолет пролетает покажу общий вид интересные моменты даже бумажные наклеечки сохранились навеска есть такой небольшой масляный выпад ну это привет советскому прокладочному материалу состояние резины ну просто вообще здесь тоже самое то есть а еще вот предыдущих у меня были сомнения когда попадались эти капсулы вот видите подтеки вот подтеки потом вот чуть окрашены там края фонарей немножко залетала на сиденье вот и как бы там были такие возгласы типа да ну нафиг чтобы завод так красил это крашеные тракторы восстановлены и так далее вот третий трактор такой попадается и третий трактор так покрашен вот трактора абсолютно из разных уголков нашей страны то есть но невозможно чтобы где-то еще так красили кроме как на харьковском заводе я так считаю вот вам покраска колокола вместе с куском двигателя вот тоже самое опора двигателя подкрашена скажем так в колпачок вроде бы желтенький но с красным напылением глушитель серебристый но вот это вот по моему действительно дедушка может быть подкрашивал может быть и нет скорее всего да вот а вот это вот серебрянка родная на этом самом вот подкапотное пространство руль тут вот немножко видно мышек и поели стоял он в сухом гараже накрытые тряпочками но видно тряпочки мыши не препятствия внутреннее убранство такой вот и даже шланги с надписями кто помнит эти хомутики советские совершен я тут такое это все разглядываю и все меня это умиляет такое как с детства резинки и педали износа 0 ну то есть может быть дедушка пару раз то и выехал из дома но не более того идет все бумажные наклейки вот одну я потерял вроде мелочь но так и обидно дорога ехал со скоростью где-то там около 100 километров в час и не выдержала 2 вот на подходе остальные все это вот еще надо подклеить все родное вообще качество покраски тех годов но показывает отношение советском союзе к тракторостроению вообще то есть тогда трактор это был ну трактор это шло к колхозникам это не не мотоцикл там лишь планета 5 и не машина жигули хотя и к тем вопросы есть а это именно трактор в деревню колхозникам поэтому и соответственно отношения на заводе в том что эта краска заводская именно я у меня нет никаких сомнений можете говорить все что хотите там подтеки эти все показывать мне но когда третий трактор попадается в таком окрасе я не сомневаюсь что это все делалось на заводе ну вот такой вот абсолютно новый трактор достал я керхер чтобы его помыть но в итоге короче мыл без давления почему потому что это краска советском союзе была сделана раньше чем советском союзе появились керхеры вот и поэтому такого серьезного давления эта краска не выдерживает вот пришлось мыть ну мыл тоже пистолетом керхера но без давления вот вот здесь есть один подкрас это вот ну вот видно даже следы старой краски дедуля так ухаживал за своим трактором где-то видно что-то облупилась вот тоже мазульки он это замазал вот ну и что могу сказать вот в отличие от прошлых тракторов прошлые были без грамма смазки то есть видно что вот но внутри масло есть конечно нож прицевать их никто не шприцевал этот трактор дедушка полностью обслужил от груза пока навел камеру появились на тех не было вот и все прошприцовано все везде подготовлена как бы к работе но трактор не работал все резиночки соленки все на месте вот он кстати качество советских резинотехнических изделий резина мягкая 33 или 34 года и вот еще такой момент заметил вот в этих регулировочных винтах стоят товотницы завода вот они а вот в более поздних модификациях почему-то от них отказались хотя я считаю зря я в своем врезал эти товотницы вот нш-6 естественно чехольчик вами вам в чехольчики штатные вот эти винты для фиксации навески потом они ставятся вот в эти отверстия если надо использовать навеску по сельхоз назначению ну и вот почему наверное он т-012 потому что появилась вот эта трубка на т-010 их небо тоже этих трубки трубки на переднюю навеску не было то есть передняя навеска не планировалось вообще я так понимаю здесь тоже покрашено все вместе с проводами вместе с хомутами то есть вот обливали из ведра на заводе на заводе я вот я уверен что это на заводе вот что-то еще хотел показать по нему ну тоже состояние педалек оценить не стиралась ногами человека то есть и вот этот особенно мне понравился значок вот видел как-то один раз и это он уже отлетевший был вот да вроде все если что-то забыл трактор ну хотелось бы конечно куда-нибудь его продать коллекционеру или в музей в какой-нибудь ну не знаю в общем то куда попадет может быть кто-то начнет им работать но если начнет работать то я думаю что будет получать удовольствие хотя бы от того что он новый снаружи новый внутри что он не эксплуатировался что все шестерни там в первозданном виде вот ну по крайней мере вот есть люди которые любят техника чтобы было новое они был любят когда там машину покупает салона хоть какую-нибудь хоть плохенькую но из салона вот вот наверное эта техника для них ну или вот куда-нибудь музей на выставку вот а я как обычно рад прикоснуться к этому всему железу пощупать поглядеть и это самое ну и дальше в добрые руки конечно хотелось бы есть сухой гараж хотелось бы его поставить и любоваться им ну скажем так постоянно вот ну пока нет такой финансовой возможности просто взять вот энную сумму денег заморозить поставить гаражи поэтому так посмотрел помыл порадовался продал все всем спасибо всем все свободны заходите к нам еще буду по мере появления что-то интересное выкладывать